Вот они! Милая семья, которая не подозревает, что их ждет! Как же я вас все-таки люблю, мои дорогие родители! И мы тебя, доченька! Ой, говори уже, что ты там хочешь! Может, папа и ведется на твою хитрость? Но я-то знаю, что ты вся в мать! Мамуль, папуль, я хочу позвать своих друзей на пижамную вечеринку к нам домой! Друзья? Вечеринка? Ммм, много еды! Доченька, конечно, можно устроить вечеринку! Ура! Сэм! Казалось! Зачем ты ей все разрешаешь, Сэм? Ну это же наша единственная дочь, Роузи! Ах, Сэм, уже не единственная дочь! Откуда она взялась? А ты знаешь ее, Сэм? Какие красивые глаза! Какие глаза? Это что, твоя любовница? Роузи, какая любовница? Не говори ерунды! Ты ведь знаешь, что я люблю тебя! Вы будете делать только то, что я скажу! Мы сделаем все, что ты нам скажешь! Когда же придет Эмма? Вы слышали новость? Эмма нашла себе нового парня! Что? Посмотрите только на эти глаза! Полная надежда! Да шучу я, шучу! Оскар! Очень смешно! Ты же знаешь, что Эмма втюрилась в пуши в этого охотника за вампирами Майка! Все хотят встречаться с вампирами! А она наоборот, охотника на них нашла! Чтобы нормальных парней нашли! Оскар! Нормальные и хорошие парни не нравятся девочкам! Майк, может быть прогуляемся сегодня после школы? Давай! Только вечером, когда стемнеет! Почему мы не гуляем днем? Сегодня такая хорошая погода! Я тепло оделась! У меня сегодня много дел! До вечера справлюсь, ладно? Ладно! Я уже скучаю! Всем привет! Привет, красавка! Как дела? Да вроде бы все нормально! И где твой красавчик Майк? Ой, девочки! Что такое? Он опять не захотел с нами поздороваться? Ну вы же знаете, он очень занят! А еще очень странный! Кстати, я попросила у родителей устроить пижамную вечеринку! Вы, конечно же, приглашены! Я приду в кигуруми леопарда! Что? Кигуруми это круто! Вы ничего не понимаете? Супер, Оскар! Это супер! Да, действительно! Почему у Оскара нет девушки? Даже не знаю! Время готовится к вечеринке! Соскучилась? Майк, как же я рада, что ты пришел! Я пригласила сегодня друзей на вечеринку! Ты останешься с нами? Нет, любимая! Я нашел новую книгу про вампиров! Нужно изучить ее, чтобы быть готовым ко встрече с ними! Очень жаль, что тебя не будет на тусовке! Но я все понимаю! Мы ведь охотники на вампиров! Это, наверное, кто-то из моих друзей пришел! Это же девочки! У кого? Самые лучшие пижамки! Ура! Девочки пришли! Майк? Даже не поцеловал! Ладно, не расстраивайся, Эмма! Впереди тусовка! Точно! Нужно же переодеться в пижаму! Ну что, фоткай в историю? Мне нравится, можешь выкладывать! Только меня не забудь отметить! А теперь время тусить! Какие милые пижамки! А ты кто еще такая? Может, к Эмме приехала ее дальняя родственница? Я близкая родственница! Меня зовут Сьюзи! И я ее приемная сестра! Что за бред? Если бы у Эммы была сестра, мы бы точно знали! Отвечай, кто ты такая и что ты тут делаешь? Иначе мы вызовем полицию! Вы сейчас уйдете отсюда! А Эмме скажете, что ее вечеринки отстой! Бритни, нам пора! И зачем мы только собрались на вечеринку к Эмме? Ее же тусовки всегда отстой! Вот так вот! Умнички! Девочки, я уже переоделась! Они что, все еще стоят на улице? Ну, девчонки! Странно, никого нет! Что это за крик? Голос похож на Оскара! Оскар! Помни, теперь ты должен делать то, что я тебе скажу! Да, любимая! Оскар, что случилось? И ты не сам пришел? Прости! Не успела переодеться в пижамку! Оскар немедленно отойдет от этой девушки! У нее красные глаза! Она вальпир! Я знаю! Что? Но почему ты все еще рядом с ней? Потому что он любит меня, глупышка! Нет, стой! Стой! Я не разрешала тебе входить в мой дом! А я не спрашивала! Как она это сделала? Вампиры не могут войти в дом без разрешения хозяев! Если не я и разрешила, то... Мама! Поздно! Мама! Поздно! Как же нам все-таки повезло с дочкой! Такая красивая и такая хорошая! Если захочешь перекусить, ты только скажи! Мама! Папа! В нашем доме чем-то еще! Сьюзи! Ты почему так странно смотришь на свою сестру? Сестру? Какая-то ты странная! Тебе нужно отдохнуть, а не вечеринки устраивать! Вы что, не видите? Она вампир! Мама! Папа! Скажите ей, кто я такая? Почему ты называешь моих родителей мамой и папой? Потому что я их дочь! Эмма, мы удочерили Сьюзи! Она наша приемная любимая дочь! Надеюсь, вы подружитесь! Я не могу поверить! Что ты с ними сделала? Загипнотизировала, да? Да! И то же самое могу сделать с тобой! Страшно? Получай! Ай, больно! Прекрасивая! Какая же ты ненормальная! Говорю же, мне больно! Сьюзи! Эмма, а что ты делаешь? Зачем ты причиняешь моей девушке боль? Защитник мой! Видишь, какая она на самом деле! Хорошо, что я охотница на вампиров! И могу сделать так, что ты исчезнешь навсегда! Мечтай! Сьюзи, и как ты? Я не могу здесь больше оставаться! Да отстаньте вы! Охотница она! Девочка решила, что может бороться со мной! Ни за что! Хорошо, что я не снимала украшения! Надо найти чеснок! Где же он? Приветик! Как дела у моей самой красивой девушки в мире? Ужасно! Майк, в моем доме вампирка! Что? Что случилось? Кто ее впустил? Мама и папа! Майк, они загипнотизированы! Что делать? Послушай, ты же охотница на вампиров! Какая-то девчонка с красными глазами для тебя не проблема! Да, ты прав! Я как раз ищу... Нашла! Ух ты! Чеснок! Да! Вампиры ужасно боятся чеснок! Как думаешь, ей будет больно, если я ее забросаю чесноком из рогатки? Еще как больно! Что-то я себя плохо чувствую! Что такое, Майк? Ты заболел? Не подходи, Эмма! А то и ты заболеешь! А я этого не хочу! Все, мне пора! Ну вот, опять не поцеловал! Лишь бы он побыстрее выздоровел! Ой, чеснок! Ну что, чем сегодня займемся? Не знаю! Ну, лишь бы Кэмми домой не идти! Ее глупые вечеринки достали уже! Согласна! Мне они тоже не нравились! Ой, смотри! Эмма шкафчик не закрыла! Фу! Как же оттуда воняет чесноком! Это все нужно выбросить! Пока вся школа не завонялась! Что ты делаешь, Бэйси? Она чеснок твой выбрасывает! С каких пор ты любительница таких ароматов? Это не для меня! Это для моей сестры-вампирши! И вообще, где мы вчера пропали? Прости, Эмма, но мы передумали приходить к тебе домой! Почему это? Твои вечеринки отстой! Что? И, кстати, с твоей сестрой мы уже познакомились! Вот она крутая! А, ну понятно! Это Сьюзи уже и вас обработала! Что ты имеешь в виду? Сьюзи-вампирша! Она может внушать чужим людям свои мысли! И с вами это сработало! Эта девушка зло! Ты не права, Эмма! Сьюзи очень милая девушка! И она нам понравилась! Даже не знаю, почему ты так на нее злишься! Вы что, глухие? Сьюзи-вампир! Она опасна и для меня, и для вас! Эмма, ты наговариваешь на Сьюзи! Она очень милая девушка! И ни за что не причинит нам вреда! Пошли, Бэти! Этим двоим тоже хочется чесноком в голову зарядить! Чтобы мозги на место всали! Нет, Оскар! Кровавых коктейлей у нас нет! Ну что это за меню такое, Моника? Кровавая Мэри есть во всех ресторанах! Да что ты! Только это школьное кафе! Бери молочный коктейль и не выделывайся! Ладно! Оскар, с каких это пор ты пьешь кровавую Мэри? Это я не для себя! Для своей девушки заказать хотел! Что ты что? Придумал бы уже что-то правдоподобнее! Если бы вы с Эммой начали встречаться, мы бы это первые узнали! А при чем здесь Эмма? Я встречаюсь с ее сестрой! Что? Твоя девушка Сьюзи? Да! Это была любовь с первого взгляда! Удачи! Что происходит? Оскар же всегда любил Эмму! Неужели это и правда чары ее сестры? То есть Эмма нам не брала? Надо в этом разобраться! Кровавая Мэри! Конечно! Я точно что-то придумаю и уберу Сьюзи со своего дома! Эмма, ты что, еще не собралась? Ну давай быстрее! Сколько тебя можно ждать? Ты такая медленная! Мы куда-то идем? Я что-то пропустила? Ах, да! Может тебя еще не поставили в известность? Наша семья переезжает! Ты не часть этой семьи! Куда ты собралась перевозить моих родителей? В мой дом! В мой вампирский родной городок! Доченька, собирайся! Там нет охотников, вампиров, чеснока и серебра! Зачем тебе мои родители? Я хочу семью! И я ее получила! Это не честно! Так не получает любовь! Ее нужно заслужить! Как хочу, так и получаю! Что делать? Девочки! Нужно их набрать! Они должны мне помочь! Мы уже здесь! Послушайте, я знаю, что вам нравится эта Сьюзи, но... Мы знаем, что что-то не так! Вот так вот! Я не могу поверить, что она собирается вас перевезти в другой город! Это полный бред! Здесь ваш дом и вся ваша жизнь! Эту вампиршу не интересует то, что интересно нам с родителями! И что делать? Я не знаю! Маму и папу я вообще не узнаю! Они будто заколдованы! Послушай, мы что-то придумаем! Уничтожим вместе эту вампиршу! Мы с тобой! Оскара она приручила! Но вот твой парень тоже с нами! Расскажи ему, что она задумала! Я уверена, он тебе поможет! Вы правы, девочки! Нужно рассказать Майку о своей проблеме! Он же любит меня и в любом случае поддержит! Удачи! Ну и о чем ты хотела со мной поговорить? У меня столько проблем, Майк! Ну рассказывай! А может ты снимешь свои очки? А то я не вижу твоих глаз! Да, прости! Солнце на улице так слепило! Так вот! Моя приемная сестра собирается увезти всю мою семью из города! Ты что, куда ты уезжаешь? Пока нет! Но если у меня ничего не получится сделать с этой Сьюзи, то мне придется уехать! Ты всегда можешь остаться у меня! А родители? Майк, я их не брошу! Послушай, я помогу тебе! Мы вместе во всем разберемся! Как же мне все-таки повезло, что ты у меня есть! Значит так, сейчас иди домой и жди меня там! Хорошо! Вот так вот! Пускай фото моей девушки-красотки висит здесь! Как же мне повезло! Нет, ну ты посмотри на него! Видеть это не могу! Мусорку эту паразитку! Бритни, ты что, совсем уже? Что ты делаешь? Оскар, ты подло обманут! Твоя девушка опасна для всего окружения! Она вампирша, понимаешь? Какие же вы вруньи! Сьюзи прекрасная! И самое лучшее, что случалось со мной за последнее время! А как же Эмма? Разве ты не был в нее влюблен? Эмма? Это в прошлом! Я любил ее, но сейчас мне важна только Сьюзи! И что же делать? Этот парень точно заколдован! Я не знаю, Бритни, мне кажется, мы потеряли нашего друга Оскара! Любимая! И почему им так не нравится моя девушка? Что? Никто! Никто не сможет помешать нашей любви! Да ладно! Еще немного, и мы будем вместе! Больше никаких препятствий, любимая! Этого не может быть! Моя девушка, любимая, бойфринда Эммы! Я должен поговорить с Эммой! Ты же поедешь с нами в мой родной город! Конечно, Сьюзи, я же тебя не брошу! Ты моя семья! А ты моя! Вот так вот лучше! Собирай вещи вместо того, чтобы наговаривать на сестру! Всего через несколько часов мы уедем в другой город! Новая жизнь ждет нас все! Мам, пап, услышьте меня! Сэм, пошли купим вкусняшки для Сьюзи в дорогу! Ага! Ну и что же мне теперь делать? Если Майк не придет до моего отъезда, то я потеряю все! Эй, ты что, плачешь? Оскар, ты пришел к этой чопнутой, да? Послушай, я видел Сьюзи с другим парнем! Она обманула меня! Ну, наконец-то у тебя открылись глаза! А я говорила, что она тебе не нужна! Но это еще не все! Парень, с которым Сьюзи держалась за руку, это Майк! Что? Они говорили о том, как любят друг друга! Все понятно! Сьюзи тебе это внушила, да? Она хочет, чтобы я рассталась с Майком! Что? Нет, это не так! И я говорю правду! Майк никогда бы не поступил со мной так! Он меня любит! И так же, как и я, охотится за вампирами! Ты правда мне не веришь? Нет! Ну ладно, ты еще вспомнишь мои слова, Эмма! Но ведь как сказать Эмма, что у нас ничего не вышло? Она же надеялась на нас! Думала, что мы уговорим Оскара кинуть эту Сьюзи! Бетти, ну ты же видела, что это бесполезно! Эта вампирша очень сильно загипнотизировала Оскара! И мы никак не сможем ему помочь! Девочки, вы были правы! Оскар, мне это не снится! Я видел свою девушку с парнем Эммы! Они обнимались! Что? Они вместе? Я знала, что Майку нельзя доверять! Какой-то он уж слишком странный! Вот тебе и охотник на вампиров! Мы теперь должны спасти Эмму от них! Я был у нее, и она не желает верить в то, что Майк предатель! Ну конечно! Она же влюбилась в него по уши! Нам нужен план! Это кошмар какой-то! Новый город! Новая жизнь! Ты рад, Сэм? Конечно! Безумно рад! Наша семья станет еще счастливей! Все изменилось благодаря нашей доченьке Сьюзи! Мам, пап, я не знаю, как вам еще донести, что Сьюзи не такая, как вы считаете! Она прекрасна! Вы должны подружиться! Это все бессмысленно! Единственный способ спасти родителей, это уничтожить саму Сьюзи! Я уже вижу эту прекрасную новую жизнь! Если действовать по рецепту из этой книги, то эликсир должен сработать! Когда Сьюзи станет человеком, я надеюсь, что ее чары на людей рассеются! Это подвал в их доме, сюда почти никто никогда не спускается! А ты хорошо знаешь дом Эммы! Конечно! Мы ведь давно вместе! Я уже начинаю ревновать! Майк! Сьюзи! Но, Эмма, это не то, что ты подумала! Может, ты объяснишь мне, что здесь происходит? Я, я... Да ладно тебе, Майк! Давно уже нужно было сказать правду этой соплячки! Какую правду? Вы что, вместе? Да! А еще он вампир! Что? Майк, это правда? Да! Она говорит правду! Но твои глаза! Они не красного цвета! Ты не похож на вампира! Я заболел, и мне не хватает сил! Я питаю силы своего парня, поэтому ему сложно это терпеть! Какие же вы чокнутые! Я готов на все ради Сьюзи! Это худший день в моей жизни! Отлично! Она теперь знает всю правду! Осталось только с нее снять все серебро и заставить ее забыть меня! Что? Что такое? Тебе не нравится моя идея? Ты хочешь уехать без Эммы? Да! Ее родители слишком любят ее! Придумала! У меня есть идея! Устроить вечеринку в стиле Хэллоуина! Как вам идея? Мне очень нравится, что ты придумала! Отличное предложение! Вот только Эмме это не понравится! Она не любит сферах естественные существа и все, что с этим связано! Достала меня эта Эмма! Вы устроите вечеринку для меня! Будет вечеринка! Все для тебя! Вот так-то лучше! А теперь я хочу платье! Я хочу купить себе новую одежду! Дайте мне деньги! Вы же мои родители! Да, но мы уже сегодня давали тебе утром деньги на туфли! У нас есть еще одна дочь! И деньги, которые остались, мы дадим Эмме! Эмма! Глупая девчонка, считающая себя охотницей на вампиров! Да она никто! Кажется, эта девушка сильно тебя разлила! Да! Поэтому я хочу уехать без нее! Больше никакой Эммы в нашей жизни! Да, все получается, как ты этого хочешь! Все ради тебя! Что с тобой такое? Кажется, голова кружится! Терпи, Майк! Мне еще нужно немного одолжить у тебя силушки! Да, конечно! Бери сколько нужно! Этого просто не может быть! Вы? Ну, наконец-то! Сколько можно тебя ждать? Нам нужно очень серьезно поговорить! Ты не поверила Оскару, но он был прав! Я знаю! Что? Знаешь? Может, ты все-таки объяснишь нам, что вообще происходит? Зря я тебе не поверила, Оскар! Майк и Сьюзи действительно вместе! Эй, не плачь! Эмма, которую мы знаем, не будет сдаваться! Мы же еще должны спасти твоих родителей! У нас все получится! Главное не опускать нос! Да, вы правы! Как же все-таки хорошо, что вы у меня есть! Ну что? Как будем уничтожать эту вампиршу? Я не знаю! Хорошее начало! Бетти! Эмма, думай, что можно сделать! Ты ведь охотница на вампиров! Что можно сделать такого, чтобы Сьюзи ослабла? Не просто ослабла! Я сделаю все, что она еще пожалеет о том, что пришла к людям! Вот это уже наша подруга! Уверен, что у нее все получится! Если бы не мы, конечно! А что здесь происходит? Он забрал все мои силы! Зачем ты это сделал? Наконец-то я дождался момента, когда ты будешь полностью мне доверять. Подлец, как ты мог так поступить? Ты поверила, что ты со мной, я смог забрать твои и свои силы себе. Какие же вы больные! Ого, у него красные глаза! Да ладно, вот же обманщик! Эмма, это твой парень? Он вампир? Эмма! Да, он вампир, но это мой бывший парень. Уходим, ребята. Тебя все кинули, возвращай все обратно! Я верну, Эмма, но сначала... Что смотришь? Я сильнее тебя! Уже нет! Сначала я разберусь с тобой, чтобы ты не была угрозой для людей! Надеюсь, этот день будет лучше, чем вчера. Эй, где твое настроение, Эмма? Выше нос! Забудь об этой Сьюзи! Спасибо, ребят! Если бы не вы, я даже не знаю, что бы было. Ну что, как тебе спалось у меня дома? Все хорошо, спасибо, Батя! Твоя мама очень милая. Но ты все еще без настроения. Ну, конечно, я до сих пор не могу отойти от всей этой ситуации. Мы твои друзья. И всегда с тобой. Скажи нам, чем мы можем тебе помочь? Вы уже помогаете мне. Если бы не были вашей поддержкой, я бы просто уже сошла с ума. Обращайся. Ну что, чем сегодня займемся? Нужно прийти в себя и спасать моих родителей. У нас сегодня есть планы? Вообще, у меня идей нет. Родители полностью помешались на этой Сьюзе. И что будем делать? Надо же их как-то спасать. Ну, как вариант, мы можем просто сложить их в мешок и перенести подальше от этой сладкой парочки. Ну, а если честно, то я до сих пор в шоке от того, каким оказался Майк. Эмма! Кто ты такой? Объясни в конце концов. Наши дочки нас с тобой не знакомили. Ну, я друг вашей дочки и просто хочу с вами поговорить. Так, стоп. Я вызываю полицию, Сэм. Ты доигрался. Стоп! Вы забудете о том, что случилось за последние дни. Последнее, что вы помните? Эмма хочет устроить вечеринку. Никакой Сьюзи не было. Интересно, а Эмма уже придумала, в чем пойдет на вечеринку? Наверное, ей надо купить классную пижаму. А еще приготовить вкусняшки. Я придумала! Давай сами оденем пижаму, чтобы поддержать Эмму. Это гениальная идея, любимая. Пошли переодеваться. А почему здесь эти чемоданы? А у Аммы и вправду хорошие родители. Ей с ними повезло. Теперь пришло время самому поговорить с ней. Оскар, давай быстрее. О чем ты там хотел поговорить? Мне еще нужно наведать с родителей. Эмма, я так волнуюсь. Я долгое время думал, как сказать тебе об этом. О нет, надеюсь, это не то, о чем я думаю, Оскар. Как же его сказать? Скажу, как есть. Ты мне нравишься. Послушай, Оскар, я тебя очень люблю и ценю. Но как друга. Я все понял. Давай не будем портить нашу дружбу. Ты права, я тебя услышал. Все в порядке. О, Оскар, что же я натворила, девочки? Эмма, ты все правильно сделала? Ведь сказала правду. Умничка, правда всегда лучше. Как ты? Плохо, девочки. Я никак не могу забыть Майка. Я слишком сильно полюбила этого лбуна и подлеца. А я тебя. Майк, что ты здесь делаешь? Как ты вообще посмел прийти ко мне? Какая наглость. Да тихо ты. Эмма, я пришел извиниться, ведь многое натворил. Ты худшее, что случалось со мной в этой жизни. Знаю, я обманывал тебя, но одно было правдой. Я полюбил тебя, и это уже не изменить. Исчезни из моей жизни навсегда. Предатель. Эмма. Эмма, подожди нас. Я ожидала другой финал. Я все испортил. Она мне этого никогда не простит. Ну, привет. А тебе что надо от меня? Пришел поиздеваться? Чувак, я тут видел родителей Эммы в магазине. Они покупали продукты для пижамной вечеринки. Ну что, покупать продукты в магазине это запрещено? Кажется, они больше не под гипнозом. Твоя работа, признавайся. Конечно, моя. Разве я мог все так оставить? Ты оказался другим. Все думают, что ты подлец. А на самом деле ты спас родителей Эммы. Разве я мог поступить по-другому? Я желаю Эмме только добра. Ты оказался хорошим человеком, Майк. Вампиром. Это все из-за любви к Эмме. Я вправду ее очень сильно люблю. Как и я. Что? Так как Эмма выбрала тебя, я должен сделать это. Ты о чем? Почему мне так не везет? Ни с семьей, ни с парнем. Готово. Оскар скинул смс. Эмма, мы должны тебя обрадовать. У нас есть хорошие новости. Хорошая новость? В последнее время это что-то нереальное. Послушай, Оскар видел твоих родителей и они в порядке. Что? Это правда? Да. Оскар, скажи ей. Это правда. И как думаешь, кто это сделал? Кто? Ну нет. Только не говорите мне, что вы хотите заступиться за этого мальчика. Он правда оказался хорошим. Ты должна пересмотреть свое мнение насчет этого парня. Нет, уйди. Ну давай, скажи ей. Эмма, давай проведу тебя к твоим родителям. Не смотрите на меня так. У тебя все получится. Удачи. Пойдем вместе. Не трогай меня, я сама знаю, где находится мой долг. Если бы не ты, этого всего бы не случилось. Она меня точно не простит. Рано или поздно они померятся. Да, она его точно простит. Оскар, а ты вообще как? А что я? Опять найду какую-то психопатку по типу Сьюзи. Такие на меня западают. Ого. Ну да, это твои родители. Все, Роза, пригоди, хватит. О, Эмма, а где ты ходишь? Мы уже сами устроили пижамную вечеринку. Я вижу. И очень рада, что вам весело. Весело? Твоя мать чуть не выбила мне глаз подушкой только что. Я так вас люблю. Все получилось. Мы тоже очень любим тебя, доченька. А это кто, твой друг? Может, нас познакомишь? Я, я, Майк. Тебе уже пора. Понял, удачи. Что случилось? Доченька, расскажешь нам? Вы клевая семья. Эмма. Ну, как думаете, они уже помирились? Я думаю, Эмма нам позвонит. Майк, что ты здесь делаешь? Я пришел попрощаться. В смысле? Вы что, вместе с Эммой уезжаете? Почему она нам ничего не сказала? Мы с ней не помирились. А с вами мне было очень хорошо и весело. Да, жаль, что мы так поздно подружились. Так как Эмма не может меня простить, надо уходить. Ну что ж, тогда ждем в гости. Только приезжай с хорошими намерениями, ладно? Конечно. Всем пока. Да, жалко его. Он мне показался хорошим. Но он вампир. Пускай держится от нас подальше. Что такое? Боитесь вампиров? Это же сестра Эммы. Что тебе надо? Зачем ты явилась? Отвечай. Мне нужны вы. Мы тебя не боимся. Ты ничего нам не сделаешь. Ты давно себя в зеркало видела? У тебя совсем нет сил. Они не могут видеть себя в зеркале. Ну чего же нет? Немного сил мне Майк оставил. Не подходи к нам. Сьюзи? Чао? Сьюзи! Что делать? Куда они пропали? Они же мои друзья. Что тебе надо сна? Да чокнутая. Добро пожаловать. Это теперь ваше новое место жительства. Немедленно возвращай нас домой. Иначе у тебя будут очень большие проблемы. Что такое? Вам больше не страшно? Конечно нет. Загипнотизировать ты меня больше не сможешь. Такие смелые, да? Думаете, кто-то вас спасет? Вот вы где. Майк! Зачем ты это сделала? Так, так, так. Не прошло и пяти минут, так ты уже здесь. Я пришел испортить твой план. Я знала, что герой Майк придет спасать этих людишек. Майк, ты должен помочь нам. Кто знает, что эта психопатка задумала? Выруби ее. Отпусти моих друзей. А, это твои друзья? Ну что ж, я их отпущу. Ура! Только если ты отдашь мне все свои силы. Ты же знаешь, что эта решетка подвластна мне. Хоть ты и сильнее меня, но ты не сможешь вытащить их. Ну, все понятно. Здесь мы и останемся до конца своих дней. Класс. Я ожидала другой финал. Все это из-за нашей подруги Эммы. Я согласен. Что? Да ладно. Мне это не послышалось? Майк, мы тебя любим. Эммы. Но я хочу все твои силы. Ты будешь полностью обессилен. Я понял. Готов на такое, Майк? Да. Не страшно. Мне кажется, в него что-то вселилось. Ну, все. Теперь, мне кажется, она точно нас всех уничтожит. Да. Я опять сильная вампирша. Вам всем конец. Ай. Конец пришел тебе. Класс. Что ты натворила? Что это за странное чувство? Ты не просто обессилена. Ты превратилась обратно в человека. Больше ты не вампир. Но ты. Что я? Эмма. Твои глаза. Похоже, силы перешли к тебе. Все вампирские силы. Ну что ж, Майк, твоя девушка вампир. Что? Ты меня простила? Очень за вас рад. Ты отдал все, чтобы мои друзья и мои родители были в порядке. Да-да-да. Я не мог поступить иначе. Ты готов опять стать вампиром? Да. Ну что, будем вампирской парочкой? Надеюсь, в этот раз девочкам понравится завтрак. Кто там? Ах, снова проводка. Роза, это ты? Ааа, нет! Девочки, вы не видели Оскара? По-моему, он только что кричал. Нет, мам, не видели. Кто такой Оскар? Ха-ха, Аня, смешно. А что это у вас там? Где? В гробу. А, так это Аня притащила домой бездомного пса. А ну-ка. Оскар. А, так вот он, мам. Ты ее нашла? Стоять! Чеснок? Ну это уже чересчур. Успокойся, любимый. Я с ними поговорю. И пойду свои пазлы собирать. Мам, ну нам уже тоже пора. Стойте! Вы так просто не отделаетесь. Мама, мы знаем, что сейчас будет. Просто пожить или над Оскаром. Ничего такого. Да сколько уже можно, девочки? Не понимаю, чего ты злишься? Ну он ведь пытается с вами подружиться. А у нас кто-то спросил, хотим ли мы. Ай, девочки, я понимаю, что вам сложно принять его в семью. Конечно, он же не наш папа. Мы не хотели отчима. Так, хотите вы этого или нет, но Оскар член нашей семьи. И чем раньше вы это поймете, тем будет лучше для вас. Он раньше сбежит отсюда, чем поймем это. Оскар, прости. Да я все понимаю, Рози. Я не заменю его отца. Но я так стараюсь, а они... Оскар, ты молодец. Просто девочкам это все сложно дается. Поэтому они себя так ведут. Ты тут ни при чем. Думаешь, они полюбят меня? Ну конечно, Оскар. Да я их даже никогда не видел. Пошли, не бойся, Тайли. Ты же сам просил нас познакомить тебя с вампирами. Да, но я просто немного боюсь. Да не бойся. Ух, какие сладенькие. А это тоже ваш друг? Нет, мы его не знаем. Папа! Привет, доченька. Ура! Папа приехал! Что? Не может быть. Что такое? Мой бывший приехал. Что, серьезно? Я так давно хотел с ним познакомиться. Но я думал, все будет как-то по-другому. Как неожиданно. Стой, мне нужно кое-что тебе сказать. Да потом скажешь. Оскар, подожди. О, а это еще кто такой? Это Оскар, мамин новый муж. Мы тебе рассказывали, помнишь? Ты мне, наверное, забыла сказать, что он красавчик. Ну привет, Джордан. И Оскар. А есть разница. Все равно ты тут ненадолго. Чего? Майк, зачем ты приехал? Что тебе нужно? Да так, соскучился за девочками. Ага, за два года не соскучился, а тут решил соскучиться. Морозе, может для начала обнимемся? Отвали! Ну все, Оскар, тебе конец. Видел, какой наш папа крутой. Собирай вещи, Оскар. Майк, очень приятно познакомиться с тобой. А кто хочет посмотреть подарки, которые привез папа? Я! Чтобы я еще раз вас послушал, да меня чуть не съели только что. Вообще-то ты сам попросил, а во-вторых, нас тоже. Я вообще без понятия, кто это такой. Я думаю, Эмма и Аня нам все объясняют. Вау, папа, грустяк, спасибо за риту. Майк, ты, наверное, давно не общался с девочками, но Аня не играет в бейсбол. А что, бита только для этого и нужна? Доченька, я тебе потом покажу, что с ней можно делать. Ну так, этот подарок пока побудет у меня. Ну мам, я все сказала. И вообще, папа, надо спать. Кто хочет сказку перед сном от папы? Не хочу тебя расстраивать, Майк, но они не любят сказки перед сном. Иди отсюда, Оскар! Сказки для неудачников! Качать, выхожи! Но ведь они их никогда не любили. Кажется, теперь у меня вообще нет шансов. Не переживай, Оскар. Майку завтра все надоест, и он уедет. Пошли спать. А потом он напоил всех молоком. А, только не молоко. Им понравилось. Пап, не надо такие страшные сказки. Я же не усну. Да не бойтесь. Папа вас защитит. Как же хорошо, что ты приехал. Да, мы так скучали. А ты останешься у нас навсегда? Не знаю. Посмотрим. Ложитесь спать. У нас завтра куча дел. Фух, свалил. Самое главное в охоте на людей найти подходящего человека. Как понять, кто подходит? Если есть кровь, значит подходит. Так у всех людей есть кровь. Ну, значит все подходят. О, смотрите. Я думаю, это для начала пойдет. Можно я первая? Я тоже хочу. Попробуйте вместе. Только сразу не кусайте. Пусть побегает. Ха-ха. Привет. Знаешь, что я сейчас сделаю? Я выпью всю твою кровь до последней капли. Кажется, мне сейчас лучше громко кричать и убегать. Хорошая идея. Почти получилось, лузер. А знаете что? У меня вообще невкусная кровь. А это мы сейчас проверим. Молодцы, девочки. Вы куда? Мы его напугали. Посмотри. Больше уже не получится. А самое интересное. Свежая кровь. Пап, но мы не пьем кровь людей. Да, если мама узнает, она будет злиться. Правильно. Маму надо слушать. А если не узнает, не будет злиться. Получается, не будет? Аня, может лучше не надо? Да не бойся, Эмма. Нет. Не хочу вас расстраивать, но сегодня никто никого кусать не будет. Ты еще кто такой? Контроль вампиров. О, девочки. Кажется, у нас с вами сегодня будет настоящий пир. Ох. Каждый раз одно и то же. Оскар, ты не видел девочек? Нет. И Майка тоже не видел. Странно. Они уже должны быть дома. Алло. Что? В тюрьме? Слушай, ты выпусти нас отсюда. По-хорошему. Не-а-а. Хочешь выйти и взять реванш? Э-э-э. А, знаешь, эти решетки из серебра. Специально для вампиров. Девочки, мы тут на двойной. Главное, чтобы мама не узнала. А то нам так летит. Ваш папа со всем разберется. Не бойтесь. Слышала, Эмма? Папа все порешает. Успокойся. Мне кажется, что если мама будет злиться, то нам уже никто не поможет. Ну да, согласна. Маму лучше не злить. Ах, как ты? А ну быстро отпусти мою девочку. Мадам, успокойтесь, успокойтесь. Как ты мог посидеть детей в тюрьму? Они хотели укусить человека. Что? Мои девочки не могли? Ах ты ж, вот в чем дело. Подожди, Роза, я попробую договориться. Мистер полицейский, я так вижу, у вас здесь нету телевизора. Ну да, тяжело без телека. Что это, Тайлер? Если вы их увидите, бегите. Так это же Аня и Эмма. Мы тебе про них рассказывали. Эти ненормальные хотели меня укусить и выпить мою кровь. Да не может такого быть. Они не кусают людей, поэтому мы с ними и дружим. Ага, вы это кому-нибудь другому расскажите. Тайлер, ну ты ведь в порядке? Это мне еще повезло. Вовремя полицейский пришел. Не знаю, по-моему, ты что-то выдумываешь. Я вам правду говорю. Вот увидите, они вас укусят, когда ждать не будете. Всего один день. Мать, всего один день. И девочки уже успели попасть в тюрьму. Да ладно тебе, Рози. Повеселились немного. Скажите спасибо Оскару, что он договорился и вас выпустили. Да и без него бы справился. Спасибо тебе, Оскар. Эмма, ты не должна его благодарить. Мам, ну серьезно, не злись. Папа не виноват, мы сами захотели. Что я вам говорила по поводу того, чтобы кусать людей? Да помним мы. Мы хорошие лапиры и никого не кусаем. А где вы тогда берете кровь? Покупаем. Это сейчас не очень сложно сделать. Что? Вы пьете покупную кровь? Спите на кроватях? Что вы сделали с моими девочками? Я нужна была. Ты оставай у меня одну с детьми. Если бы не Оскар, я не знаю, что бы с нами было. Ну, спасибо тебе, Антонио. Дальше я сам можешь уходить. Оскар, и вообще-то это мой дом. Ну, был твой, стал мой. Скорее ты уйдешь, чем Оскар. Мама, нельзя выгонять папу. Папа плохо влияет на своих детей. Я воспитываю их настоящими вампирами. А не так, как вы. А ты спросил, нужно ли это кому-то вообще? Проваливай. Если уйдет папу, то мы уйдем вместе с ним. Ну, не знаю. Я на улице не хочу жить. Я сказала. Рози, пускай еще останутся, раз так девочки хотят. Уходим от этих зануд. Спаси, как Розка. Рози, ты видела? Она меня обняла. Как же мне надоел этот Оскар. Из-за него мама хочет выгонять нашего папу. Ну, не знаю. А мне этот Оскар даже нравится. Он любит нашу маму. А это самое главное. Я не поняла. Ты его защищаешь? Ну, просто мама права. Папа всего один день как приехал, а мы уже попали в тюрьму. Эмма, очнись. Наш враг Оскар, а не папа. Если Оскара не будет, то мама будет снова с нашим папой. Ну, может, мама уже просто не любит папу? Да наш папа крутой. Как его можно не любить. Или ты хочешь сказать, что он не крутой? Да нет, не хочу. Ну, вот видишь, избавимся от Оскара и все будет хорошо. Ты со мной, сестренка? Да, Ань. Привет, девчонки. Слушайте, мы тут на районе заметили одну подозрительную личность. Вы не знаете, кто это? Он тоже вампир. А, да. Так это наш папа вернулся. Да нет, Оскара мы бы узнали. Оскар не наш папа. Оскар наш отчим, а Майк наш папа. Так это же круто. А что это с ней? Ну, она просто не очень сильно любит, когда Оскара называют ее папой. Нам просто тут стало интересно. Тайлер сказал, что вы хотели его укусить. Это же неправда. Эмма! Она не ответила, потому что это правда или нет? Не знаю. Пап, что делаешь? Ничего такого, доченька. Слушай, я тут так подумала, раз ты вернулся, может быть, вам с мамой нужно помириться? Не знаю, вряд ли она захочет. Ну, конечно, захочет. Она ведь любит тебя. Ну, это не сильно заметно. А, ну так она всегда так, на нас тоже кричит. А, как же этот Оскар? Ну, а что, Оскар? Он нам никогда не нравился вообще. Да, согласен. Неприятный тип. А я хочу, чтобы мы снова были все вместе. Ты мой маленький вампирщик. Я тоже хочу. Ну, тогда нужно сделать так, чтобы мама вернулась к тебе. Только как это сделать? Доверься мне, я все сделаю. Оскар, можно? Да, конечно, Эмма, проходи. Я как раз начал новую партию. Меня это успокаивает. А можно с тобой? Да, можно. Я всегда рад твоей компании. Слушай, я тут хотела тебе сказать. Говори, Эмма. На самом деле ты... Сейчас что-то подберем тебе. Эй... Что такое? Хочешь поплакать? Эмма, а ты что-то хотела сказать? Да уже ничего. Ты должен быть красавчиком. Так, вот это просто идеально. Простите, но это моя одежда. Она все равно тебе не идет. Была твоя, стала моя. Уокер. Оскар. Аня, я в последний раз одевал такое на выпускной в школу. В таком только неудачники ходят. Но маме же как-то понравился этот. Значит, нужно одевать. Надеюсь, меня в этом больше никто не увидит. Аня, ну долго еще? Нет, все, открывай. Что это значит? Эмма, ладно, я убежала, не буду вам мешать. И зачем это все? Это тебе. Ты что, заболел? Ты мне никогда цветы не дарил? Ну вот, решил подарить. Что тебе нужно, Майк? Просто мы с девочками подумали, что было бы классно, если бы мы были с тобой как раньше. Как раньше не будет, Майк. Может еще получится. У меня есть Оскар. Да зачем он тебе нужен? Пародия на вампера. Ну он хотя бы не бросил меня за двумя дочками. Может хватит вспоминать мне все о Розе? У всех у нас были ошибки. Серьезно? Прости меня, Розе, я хочу вернуться. Да раньше надо было думать, Майк, уже поздно. Подумай о девочках. Они не хотят жить с этим Оскаром. Потому что ты на них так влияешь, а Оскар все на них делает. И что? Я настоящий отец. Да лучше у них вообще не будет отца, чем тобой, как ты. Да что он вообще может дать этот Оскар? Побольше, чем ты. Он хороший, старается для девочек. А ты только все портишь. Да посмотри на них. Они скоро начнут пить молоко вместо крови. Я буду только рада. Майк, зачем ты вообще вернулся? Я понял, что совершил ошибку и хочу вернуться. Не ври мне. Это все не просто так. Почему ты мне не веришь, Розе? А чего я вообще должна тебе верить, Майк? Согласен, заслужил. Но я ведь не такой плохой. Ну все, больше не хочу с тобой разговаривать. Если ты действительно любишь девочек и хочешь, чтобы у них все было хорошо, уезжай сейчас же. Ну что там, папа, все получилось. Ну как сказать, не так, как мы хотели. А вы о чем? Папа был на свидании с мамой. Ну, свиданием это тяжело назвать. Скорее всего, ничего не получится, Ань. Так, мы не сдаемся. Все получится у нас. Розе, так сказать, немного злится на меня. Я знаю, в чем дело. Это все из-за Оскара. Да нет, мне кажется, дело совсем другом. Да нет, дело именно в этом. Аня, а при чем тут Оскар? Мама не может вернуться к папе, потому что она с Оскаром. Поэтому нужно избавиться сначала от него. Аня, а может дело совсем не в этом? Нет, мы должны избавиться от Оскара. Думаешь, тогда Розе захочет вернуться ко мне? Я уверена в этом. Розе, у меня для тебя хорошие новости. Свою? А, нет, Эмма сегодня со мной заговорила, сама, представляешь? Видишь, а ты боялся. У тебя все получается. Она что-то хотела мне сказать важное, но ее Майк перебил. Ой, не говори за него. Они решили с Аней устроить тайные свидания. И решили, что я все забуду и вернусь к нему. Ты была на свидании с Майком? Да нет, Аня меня обманула. Я когда увидела, что к чему, сразу ушла. Аня хочет, чтобы ты вернулась к Майку. Да, но это ничего не значит, Оскар. Он уедет и она перестанет. Просто я хотел, чтобы Эмма и Аня полюбили меня. Оскар, они тебя полюбят. Ты будешь хорошим папой для них. Аня, что такое? Я думала, как избавиться от этого Оскара. Аня, а может быть... Кто? Ну, не надо это. Чего это? Ну, мне кажется, что Оскар хороший. Ты что, совсем из-за него наша мама не хочет вернуться к нашему папе? А может, мама не из-за этого не может вернуться к нему? А из-за чего? Ну, например, она его больше не любит. Нельзя просто так взять и разлюбить. Оскар хороший и подходит маме. Ты что такое говоришь? Ну, а что, если папа снова нас бросит? Мама будет опять очень сильно переживать. А Оскар, он заботится о ней и о нас. Да он это делает не потому, что он нас любит. А почему? Чтобы больше понравиться маме. Ой, смотри, ты какой я хороший. Фу. Не знаю, Аня, мне кажется, что так будет лучше для нас всех. Будет лучше, когда мама и папа снова будут вместе. И я сделаю для этого всё. Что-то мне это всё не нравится. Пап, твоя дочка гений. Я всё придумала. Слушай, Ань, я так подумал, может, ну это всё, если мама не хочет. Ты не хочешь остаться? Да хочу, Ань, хочу. Вот такое мне нравится. Короче, мы подставим Оскара. Зачем? Да, мозгами я явно не себя пошла. Короче, мама его бросит, если увидит, какой он плохой. Ну, хорошо, что ты предлагаешь? Есть у меня одни людишки, которые нам устроят настоящую вампирскую вечеринку. Ты думаешь, если мы будем тусить с людьми, Рози бросит Оскара? Нет, мы их заманим под предлогом того, что будет классная туса. Маму с Оскаром тоже, но всех в разное время. Ага, и что дальше? Мы с тобой покусаем людей, выпьем кровь и подстроим всё так, как будто бы это сделал Оскар. А что, может сработать? Рози тогда увидит, что он не такой уж хороший, как кажется. Скажи, ну скажи, что твоя дочка гений. Ага. Фу, что так воняет? Это я подготовился к следующей встрече с вампирами. Чеснок что ли? Ха, ну да, вампиры его боятся. Да успокойся уже, Тайлер. Ах, зря вы не верите мне, вампиры хитрые, злые и беспощадные. Ого, кажется, у кого-то уже началась паранойя. Так, девочки, если вам всё равно на то, что вас укусят или нет, то молчите. Фух, я не нашла, где вы тут. Это она! Тайлер, успокойся. Привет, Тайлер. Девчонки, привет. У меня есть предложение, от которого вы не откажетесь. Мы во внимании. Мы с моим папой хотим устроить вечеринку, но в честь его возвращения. Как говорится, чем больше людей, тем веселее вечеринка. Ты же знаешь, мы всегда только за. Ну всё, жду вас вечером. Не опаздывайте. Вы что, сумасшедшие? Идти на вечеринку к этим вампирам? Тайлер, не хочешь, не иди. Трус. Вот когда выпьют всю вашу кровь, потом не говорите, что я вас не предупреждал. Слушай, Оскар. По-моему, мы с тобой не с того начали. Я тоже так думаю. Мы же можем быть с тобой друзьями. А ещё лучше, мы можем быть с отцами. Что? Ну, ты и я папа для девочек. Нет, так близко мне кажется ещё рано. Но я обязательно подумаю над этим. Ну, отлично, Майк. Хорошо, что мы с тобой поговорили. Слушай, Оскар, по этому поводу нужно затусить. Дипа вечеринка? Да. Ну, не знаю. И я не хожу на вечеринки. Ну, или только с Розой. Слушай, ну мы же с тобой мужики. Тоже должны иногда нормально отдыхать. Ну, может быть, Майк. Я думаю, Розе было бы довольна, если бы мы с тобой подружились. Ну да, и девочки тоже. Ну всё, почти всё готово. Людишек пригласила, мама тоже придёт. Оскар тоже будет. Оскар, есть минутка поговорить? Да, для тебя всегда найдётся. Я хотела извиниться за то, что вела себя так. Да, ничего страшного, я же всё понимаю. Ты очень хороший, Оскар. Ты любишь мою маму и заботишься о нас. Потому я должна тебе кое-что рассказать. Рассказать? Что Эмма? В общем, Аня хочет, чтобы наша мама вернулась к папе. Ну, это я уже понял. Поэтому она готовит план, как от тебя избавиться. Эмма, а ты ничего не путаешь? Нет, она мне сама сказала, что они с Майком хотят сделать. Не знаю, ко мне только что Майк приходил. Сказал, что хочет подружиться и даже потусить. Оскар, ты не должен соглашаться. Они точно что-то задумали. А мне кажется, Майк понял, что нам нужно дружить. Да нет же, Оскар, ты совсем ничего не понимаешь. Спасибо, что ты переживаешь за меня, но я думаю, что всё будет хорошо. Майк бы тебя никогда просто так не позвал. Не волнуйся, я со всем справлюсь. А, не подходи ко мне! Да не бойся, не буду я тебя кусать. Конечно не будешь, у меня же чеснок в руке. Да я и не собиралась. Ага, меня не обманешь. Я ваш план сразу раскусил. Что? Какой ещё план? С тобой всё нормально? Твоя сестра пригласила Стеллу и Лейлу на вечеринку. Но я знаю, что не просто так. Что? И она их тоже пригласила? Да, и поэтому я иду проследить за ними, чтобы они ничего не сделали. Ты серьёзно думаешь, что вот это вот кого-то остановит? Ну, конечно, остановит. Ну, ладно, что-то мне это всё уже не нравится. Пойдём скорее. Проходите, мы вас так долго ждали. Вы уверены, что вечеринка будет проходить именно здесь? А что вам не нравится? А где вообще тут танцевать, где музыка? А зачем нам это нужно? Ну, Аня говорила нам, что здесь будет вечеринка. Да, будет. И она вам очень понравится. Ой, что-то мне это всё не нравится. Кажется, Тайлер был прав. Куда вы собрались? Доченька, выбирай, кого будешь кусать первой. Может, не надо нас кусать? Простите, девочки, не придётся это сделать. Да не трогайте их! Ты думаешь, тебе это поможет? Тайлер, похоже, ты был прав. А я говорил вам, что они хитрые и кровожадные. Ну вот, Эмма, ты всё испортила. Зачем вы вообще хотели это сделать? Доченька, пожалуйста, отойди, не мешай нам. О, а что у нас тут? Вечеринка в самом разгаре? Оскар, помоги нам! Они хотят укусить девочек! Укусить? Ты же сказал, что здесь будет вечеринка. Да, настоящая вампирская вечеринка. Оскар, мы просто хотели подставить тебя, чтобы избавиться. Подставить Оскара? Никто никому кусать не будет. Эмма, спасибо, что спасла нас. А я вам говорю. Ай, 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 ай. Это Эмма нам всё испортила. Вы оба что, совсем с головой не дружите? Что вы хотели сделать? Да ничего, просто повеселиться. Ага, вы хотели укусить Лейлу и Стеллу. Вы хотели выпить их кровь. Предательница. Всё, я это долго терпела, и мне это надоело. Розия, успокойся. Может, они нам всё объяснят? Нет, Майк, либо ты сейчас уходишь и больше не возвращаешься, либо я всем расскажу, почему ты сюда вернулся. Да что рассказывать, просто соскучился за дочками. Ага, ты думаешь, я не знаю, зачем ты сюда на самом деле приехал? Мама, а ты о чём? Ваш отец лжав и преступник. Он просто захотел лечь на дно, пока его ищет полиция. Ты думаешь, я не знаю? Пап, так ты только и поэтому приехал. Нет, по-настоящему соскучился за вами. Пап, я, я, я тебе верила. Поэтому либо ты сейчас убираешься, либо я звоню в полицию. Чау, неудачники. Ты об этом знал? Нет. Оскар, прости меня, пожалуйста. Наконец-то начнётся спокойная жизнь. Прости меня. Приветик. Это тебе. На удачу. Сэм! Что ты здесь делаешь? А если нас кто-нибудь увидит? Да ладно тебе, здесь никого нет. Где мой парень? Кто-то видел Сэма? Сэм! Сэм! А я здесь! Давай, беги! Сэм, никто не должен видеть нас вместе. Эх, я уже скучаю, красотка. Встретимся после игры. А вот и я. Фух. Холодные напитки. Успейте купить до начала матча. Моя дочерь-лидерша сегодня будет поддерживать своего парня-баскетболиста. Ммм, круто. Ммм, да, красотка. Поздравляю. А это? А это моя младшая дочь Бритли. А я сестра Ани. Ну, наконец-то. За что? Я же ничего не сделал. Где ты был? Прости, я за мячом бегал. Эм, ну, я хотела поцеловать тебя перед матчем. Привет. Сэм, в чем дело? Ты не хочешь целовать меня? Сэм, отвечай. О, матч начинается. Ну, все, мне пора. Что с ним такое? Вперед. Анечка, я буду тебя фотографировать. Систер, вперед. Игра уже началась. Это моя позиция. Свали. Аня. 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 Да, дела плохи. Пять лет прошло, а эта девушка все еще в коме. Доктор Оскар, вы же обещали, что если эта пациентка не сможет самостоятельно выздороветь, вы ей поможете. Думаю, ты права, Эмма. Хвать и ждать чуда. Нужно спасти эту девушку. Надеюсь, все получится. Почему она не просыпается? Превращение уже должно было сработать. Неужели ничего не получится? Какое-то у меня странное предчувствие. Мама, чего ты хочешь? Бритни, просыпайся. Мама, отстань, дай поспать. Просыпайся, говорю. Мы должны пойти к твоей сестре. Чего к ней ходить? Там одна и та же картина. Аня спит. Тогда и мне поспать. Ну, Бритни. Да, доктор Оскар. Что? Этого не может быть. Бритни. Да что такого там уже случилось? Аня проснулась. Да ладно. Приятного аппетита. Я такая голодная, вы просто не поверите. Подозреваю, это побочный эффект превращения. Конечно, эта девушка стала вампиршей. Ее аппетит стал 20 раз сильнее обычного. Дочка! Ой, ее семья пришла, нам пора. Приятного аппетита. Спасибо. Стойте, а что, добавки не будет? Доченька! Я тоже рада тебя видеть. Я так соскучилась по тебе. Неужели ты проснулась? Мам, ты настолько соскучилась, но подумаешь, все болеют. Признаюсь, я тоже очень скучала, систер. Систер? Мам, это кто? Как это кто? Твоя младшая сестра. Младшая? Да ее ноги больше, чем вся я. Твоя сестренка выросла, пока ты лежала в коме. В коме? Сколько дней я была в коме? Дней? Ну ты и смешная. Пять лет прошло, систер. Этого не может быть. Я кружусь и больше. Мам, дай мне зеркало. Доченька, а может не надо? Мама, я сказала, немедленно дай мне зеркало. Ха, я дам. Полюбуйся. Систер, мне просился такой кошмар. Что? Я была в наушниках. Так это не сон! Бритни, что со мной случилось? Да, выглядишь ты отстойно! Бритни! Аня, доченька, не слушай её! Мама! Ну набрала ты пару килограмм! Ничего страшного! Я черлидерша! Как мне теперь влезть в черлидерский костюм? Ты что, совсем чокнулась, пока в коме была? Ты проспала все свои годы черлидерства! Что? Доченька, просто Бритни пытается сказать, что теперь твои одноклассники учатся не в школе, а в колледже! А я? А ты теперь неудачница! Бритни! Аня, не волнуйся! Я устрою тебя в колледж, когда скажешь! Тогда, когда ты будешь готова! А где учится Сэм? Не знаю! В смысле не знаешь? Вы не разговаривали с ним, когда он приходил ко мне в больницу? А, так это она о своем парне, который встречается с ее соперницей! Бритни! Что? Да, Сэм и Сьюзи теперь вместе! Что это было? Наверное, побочный эффект от лекарств! Нужно, чтобы ты набрала доктора! Точно, доктор Оскар! Я вас услышал, миссис Хоя! Мне пора! Надо читать лекцию молодым студентам! Доброе утро, мистер Оскар! А как у вас дела? Спасибо, Сьюзи! Прекрасно! Вы же знаете, что отношения в стенах этого колледжа запрещены! Да, конечно! Простите, это больше не повторится! Простите! Я чувствую их запах! Отпусти! Стоп! Ты не причинишь никому зла! Это же вы, тот самый доктор, который укусил меня! Тише! У меня не было выбора! Ты должна была жить! А у меня вы спросить не хотели! Вот! Это твоя еда на сегодня! Не смей кусать людей! Поняла? А моей маме интересно, вы сказали, кто я? Сказали, что ее дочь теперь вампир! Это все должно остаться в секрете! Ради твоей и моей безопасности! Ну так что ж, вы меня устроите в этот колледж! Что? Это же медицинский колледж! Сюда не так просто поступить! Здесь учится мой парень! Бывший парень! И я должна быть всегда с ним! Ну хорошо! Но если ты кого-то укусишь... Не волнуйтесь! Я спрячу свои клыки! Их никто не увидит! Спрячемся здесь от мистера Оскара! В спортзале этот препод точно не будет! Как же я давно не играл в баскетбол! После того случая с бывшей ты так и не брал мяч в руки, да? Я не могу! В том, что Аня попала в кому, виноват я! Не могу себя простить! Милый! Не можешь простить себя настолько, что закрутил роман с моей соперницей! Кто это? Не узнала, Сьюзи! Аня! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ты вышла из комы? Не вышла, а выкатилась! Ха-ха-ха! Смешно тебе, Сьюзи? Что происходит? Аня! Отпусти меня! Аня, что ты творишь? Я теперь знаю правду! Знаю, что ты разрушил мою жизнь! Я все объясню! Это была случайность! А еще знаю, что сразу же нашел замену для меня! Это ты была запасным вариантом! Понятно? Что ты сказала? Сьюзи, не надо! Не провоцируй ее! Сэм еще встречался со мной до того, как ты вошла в кому! Он любит меня! И всегда любил! Я всегда была лучше тебя! Понятно? Ты ошибаешься! Просто завидуешь мне! Я? Тебе? Ха-ха-ха! Детка, да ты видела себя в зеркало? Ах да! Ты же в него не поместишься! Ладно, пошли, любимый! Нам пора! Прости! Эх, самое обидное! То, что она права в своих словах! И он встречался со мной и еще с одной девчонкой одновременно! Представляешь? Кошмар! Какого этого парня стоило бы наказать? Эта девушка что, плачет? Дурацкий день! Постой, я знаю ее! Она в больнице, где я прохожу практику! Эй, ты как? Очень плохо! Я знаю, что тебе поможет! Майк, сделай ей кровавый коктейль! Да, конечно! Кровавый? Ты знаешь, кто я? Ну да, ты вампир! Такая же, как и наш доктор Оскар! А я его медсестра! А это Майк! Я работаю здесь! И доктор Оскар мне доверяет! Угощайся! Спасибо! Постой! А откуда я тебя знаю? Аня? Да, я Аня! А ты? Когда-то я работал в кафе твоей школы! Но ты меня, наверное, уже не помнишь! У меня были огромные очки и смешная кепка! Точно! Холодные напитки! Успейте купить до начала матча! Я припоминаю тебя! Что здесь происходит? Да неважно! Аня, расскажи, кто тебя обидел! Мой бывший! И я хочу ему отомстить! Воу! Может, не надо? Месть это плохо! Надо! Парней, которые обижают девушек, нужно ставить на свое место! Ладно! Меня тоже обидел парень! Правда? Что он сделал? Он встречался со мной и еще с одной студенткой! Какой ужас! Мы должны им отомстить! Может, стоило предупредить ему, что бывший парень, а не Сэм? Интересно, когда эти девушки поймут, что у них один и тот же бывший? Что это за звуки? Бритни! Бритни! Да что сразу Бритни? Я думала, это ты музыку громко слушаешь! Отстань, мам! Если ты забыла, у тебя снова две дочери! Уже полностью, что Аня себе думает? О! Я не должна это пропустить! Не будет! Лево, справо, теперь опять на пол и приседание! Давай, давай! Фу, все, я не могу уже! Что здесь происходит? Медсестра Эмма? Почему вы в нашем доме? Моей сестре было опять плохо! Нет, мы с Аней тренируемся! Я хочу отомстить бывшему, и Эмма мне в этом помогает! Это теперь моя подруга! Какая месть, девочки? Умоляю, не занимайтесь ерундой и ложитесь спать! Спокойной ночи! Так, 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 значит ты решила отомстить Сэму! Твоего бывшего зовут Сэм? Ну да! Почему ты так странно об этом спрашиваешь? Потому что парня, с которым я встречалась, и который встречался с еще одной девушкой, звали Сэм! Да ладно! То есть вы сейчас собираетесь отомстить одному и тому же парню? Прикол! Нет, такого совпадения просто быть не может! Подожди, Эмма, а у тебя есть фотка от этого Сэма? Да, вот! Это он и его девушка с Юзи! Вот это прикол! Вот это облом! Я думала, такое только в сериалах бывает! Ладно, весело, конечно, у вас тут, но мне пора спать, поздно уже! Стоп, Бритни! Что? Я знаю, кто нам поможет организовать лучшую месть! И кто же? Эмма, ты думаешь о том же, о чем и я? О, да! Почему вы на меня так странно смотрите? Бритни! Эй, что вы делаете? Что вы делаете? Девушки! Сэм, а что ты делаешь? Ой, Сьюзи, ты уже пришла? Да так, переписываюсь с мамой насчет учебы, переживай, чтобы я в бары не прогуливал! Ну смотри мне, я уже начинаю ревновать! Поверь мне, дорогая, для ревности нет никаких причин! Доброе утро, студенты! А где все? Вы же знаете, почти все из группы отправились на практику! Эмма только опаздывает, сейчас позвоню ей! У тебя есть ее номер? Ну да, она же моя одногруппница! Что-то это все мне не нравится! Приветик! Ого! Сэм, вставай! Что с тобой такое? Что-то голова закружилась! Эмма, ты же помнишь о форме, да? Да, конечно! Просто все мои вещи кто-то испортил! Видимо, девчонки решили подшутить! Ну смотри, это последнее предупреждение! Завтра, чтобы была как положено, в форме! Без проблем! Привет, Сэм! Ага, привет! Не смотри на нее! Да я и не смотрю! Кстати, в нашем колледже новенькая! Новенькая? Еще какая-то девушка! Эта мне новость уже не нравится! Извините за опоздание, доктор Оскар! Ты! Что? Что это за вид? Я хотела найти форму, но кажется, не все мои вещи привезли из дома в общежитие! Невозможно учиться в таком виде! Студенты отвлекаются! Встретимся завтра! Ну ладно! Кажется, отвлекаются не только студенты, но и преподаватели! Сэм! Я здесь! Ты что, потерялся? Да я просто задумался! Привет, Аня! Ну что, похудела? Молодец! Я за тебя не рада! Не удивлена! Кстати! Ужасно выглядишь! Ах ты ж! Девочки, успокойтесь! Я думаю, что всем нам нужно подружиться! Что? Но нам ведь еще предстоит учиться в одной группе! Вы тут пообщайтесь пока, а я пойду перекушу! Шоппинг! Я думала, мы пойдем покушаем! Тебе же такое больше нравится, правда, Аня? Нет! Я теперь на диете! Нужно держать себя в руках! Вдруг бывший захочет встретиться! Не захочет! Не захочет! Спокойно, девочки! Я вижу, что вы настроены очень злобно! Предлагаю выбрать классные пижамки и устроить пижамную вечеринку! Что за бред! Я лучше проведу свой вечер со своим парнем, чем с этой! Наши чувства взаимные! Послушай, Сьюзи, нам нужно с тобой поговорить! Ты очень многое не знаешь о Сэме! Настало время узнать правду! Только не говорите, что вы хотите заставить меня расстаться с Сэмом! Этого не будет! Так, все, с меня хватит! Ты идешь с нами на вечеринку домой! И выслушаешь все, что мы тебе скажем! Хорошо, я пойду с вами на вечеринку и выслушаю вас! Вот так вот лучше! Забываю об этих скрытых способностях вампира и вообще, что ты вампирша! Я выслушаю все, что мне скажут! Привет, Майк! Привет, Сэм! Сьюзи ждешь? Вы с ней отличная пара! Нет, я должен встретиться с кое-кем другим! Друг, я хочу оставить эту встречу в тайне, ладно? А, я понял! Ты хочешь сделать Сьюзи сюрприз! Ну ладно, не переживай! Я не расскажу твоей девушке! Спасибо, чувак! А вот и она! Она еще лучше, чем на фотке! Приветик, ты Сэм, да? Привет! Ты такая красотка! То есть... Садись! Познакомимся поближе! Что-то здесь не так! Эта девушка похожа на его новую подругу! Неужели Сэм опять за свое? Изменяет Сьюзи! Я должен скинуть фотку Эмме! Ну перестань! Да, все идет по плану! Девочки, ну вы где? Это здесь проводит самая классная пижамная вечеринка! Тебя сегодня забьют подушками! Получай! Тебе конец! Берегитесь Си! Ну наконец-то эти девушки решили, что дружба намного важнее этих глупых парней! Предлагаю перекусить! О да, это я люблю! Я пока пойду со вкусняшками, а вы тут посекретничайте! Слушай, я бы хотела перед тобой извиниться! Да, мы с тобой были соперницами в школе, но этот факт не позволял мне уводить твоего парня! Я рада, что ты это поняла, но я тоже многое осознала! И что же? Например, то, что делал Сэмме! Этот парень ужасный бабник! Ты что, позвала меня сюда, чтобы наговаривать на Сэма? О, вы уже начали этот неприятный разговор? Девочки, я люблю Сэма! Не нужно мне ничего наговаривать на него! Все, что мы хотим, это сказать тебе правду! Сьюзи, когда я только пришла сюда учиться, твой парень подкатывал ко мне! Не надо мне тут выдумывать! А, помоги мне! Ну что вы опять придумали? Вот, смотри, это видео с наших общих дискотек! Да, они были все время вместе! Этого не может быть! Да, мы встречались с ним, пока я не узнала, что у него есть девушка! То есть ты! Я не верю в это! Это все какой-то фотошоп! Вы просто хотите меня разозлить! Мы знали, что ты не поверишь! Поэтому подготовили кое-что еще! О чем вы? Тебя ждут серьезные и наглядные доказательства! О, а вот и они! Заходи! Не стесняйся! Воу, этот дом похож на дом моей бывшей! Бритни, у тебя же нет сестры? Пойдем! Вы? Что здесь происходит? Сэм! Это и есть наши вещественные доказательства! Сэм! Что ты делаешь рядом с этой девушкой? Твой парень неверен! Ты еще не поняла это! Я! Я! Молчал бы уже! Между нами все окончено! Сьюзи! Подожди! Вы еще пожалеете о том, что сделали! Сьюзи! Ну вот, все получилось! И теперь я чувствую облегчение! Да, этот парень заслужил на раскрытие своей лжи! Только вот девушку его жаль! Ну, учитывая то, что она всего пару дней назад назвала Аню толстушкой, мне ее не жаль! Кажется, теперь ни у кого из нас нету парня! Это немного грустно! Теперь даже не будет с ним на тусовку пойти! Аня, а помнишь того парня из кафе? Ну, тот, который вспомнил тебя со школы! Майка? О, нет-нет-нет! О, я что-то пропустила! Жду подробностей! Продавец кафе влюблен Ваню еще со школы! Нет, ничего он не влюблен! Влюблен еще! Как влюблен! Не ходи со мной! Сьюзи, ну подожди! Я же сказала, между нами все окончено! Мы расстаемся! Ого! Но ты меня даже не выслышала! Это была моя сестра! Какой же ты балбес! Сэм, Бритни, это сестра Ани, а ты бабник! Что у вас здесь происходит? Майк? Прости, не заметила тебя! Мы еще не договорили! Нет, договорили! Теперь я хочу поговорить с Майком! Привет, Майк! Как твои дела? Ну, нормально! Я вообще-то еще здесь! Майк, ты кого-то слышишь? Я нет! Ну ладно, потом еще жалеть будешь! Наконец-то! Майк, ты меня спас! Кажется, у вас не лучший этап в отношениях сейчас, да? Все! Больше никаких с ним отношений, Майк! За меня хватит! Эээ, секундочку! Вы что, расстались? Да! Я удивлен! Вы ведь с Сэм давно уже вместе! Все, забудь про него! Кстати, Майк, а у тебя есть девушка? Эээ, если ты спрашиваешь, есть ли у меня отношения, то нет! Но, любимая девушка есть! Я не совсем тебя понимаю, Майк! Это как вообще? Ну, мне со школы нравится одна девочка, но признаться ей я никак не могу! Почему? Что тебе мешает? Ну, она всегда была круче меня! Ты про Аню, что ли? Ээ, тише! Я не готов к признанию! А когда ты будешь готов? Ты хочешь, чтобы она нашла кого-то и ты был в пролете? Не хочу, конечно же! Ну, тогда чего ты ждешь? Я не знаю, как правильно начать, как признаться ей, как разговаривать! Я знаю, Майк! А, давай заставим ревновать ее! И заодно я разозлю Сэма! Давай! Ты уже слышала новость? Сегодня вечером будет тусовка для студентов! Прикольно! Ты идешь? Если там будет доктор Оскар, то я тоже буду! Так, ты не просто так с ним работаешь! Аня, это была любовь с первого взгляда! Только вот он меня всегда отталкивает! Может из-за того, что он преподаватель? Хуже! Это из-за того, что он вампир! Так может быть тебе тоже стать вампиршей? Я помогу! Нет уж, спасибо! Нет уж, спасибо! Такое в мои планы не входило! Ну и зря! Поверь мне! Этот вампир будет встречаться с человеком! То есть со мной! Кстати, а что там, Майк? Что, Майк? Работает, наверное! Давай, сходи в кафе! Пригласи его на тусовку! Да зачем ему приглашать? Сам придет! Аня, он не студент! Поэтому вряд ли он собирался идти! Думаешь, стоит? Ну, конечно! Этот парень влюблен в тебя еще со школы! И я это точно знаю! Потому что именно он каждый день приносил тебе цветы в палату! Правда? Майк приходил ко мне? Да! Сделай первый шаг! Привет, неудачницы! Пока, Майк! Я пошла на бар и встретимся после уроков! Привет и пока! И что это было? Влюблен, говоришь? Все эти парни одинаковые! Что такое, Аня? Ревнуешь нашего продавца кафе? Да ну тебя! Да что с тобой такое, Сьюзи? А что не так? Ты вчера рассталась с парнем, а сегодня нового нашла? Нет! Это мой добрый жест! В каком это смысле? В общем... Все, забудь про него! Кстати, Майк, а у тебя есть девушка? Если ты спрашиваешь, есть ли у меня отношения, то нет! Но любимая девушка есть! Я не совсем тебя понимаю, Майк! Это как вообще? Ну, мне со школы нравится одна девочка, но признаться ей я никак не могу! Почему? Что тебе мешает? Ну, она всегда была круче меня! Ты про Аню что ли? Тише! Я не готов к признанию! А когда ты будешь готов? Ты хочешь, чтобы она нашла кого-то и ты был в пролете? Не хочу, конечно же! Ну, тогда чего ты ждешь? Я не знаю, как правильно начать, как признаться ей, как разговаривать! Я знаю, Майк! А давай заставим ревновать ее! И заодно я разозлю Сэма! Давай! То есть ты хочешь сказать, что ты с Майком только потому, что хочешь позлить Аню? Ну да! Эта девчонка теперь в бешенстве! Это точно! Еще бы Сэма выбесить! Этот парень должен понять, кого он потерял! И должен захотеть опять со мной встречаться! Стоп, стоп, стоп! То есть ты хочешь быть Сэмом после того, что он натворил? Да! Любит же он только меня! Ну, ты странная, конечно! И это мне говорит девчонка, которая влюблена в своего преподавателя-вампира! Что? Ты тоже знаешь? По-моему, это все видят, кроме него! Я не знаю, что мне делать! Может, заставим у этого парня тоже ревновать? Нет уж, тут я сама справлюсь! Но спасибо! Как знаешь! Они смотрят? Смотрят у нас? Не знаю, не хочу, чтобы Сэм знал, что я смотрю на него! Почему ты решила танцевать со мной? Заткнись и подыгрывай! Сэм, ты такой крутой! Что это такое? Почему она с Майкой? Мне это не нравится! Смейся! Смейся, Сэм! Это сработает! Поверь мне! Нет, все! Хватит! Что такое, Сэм? Почему ты хочешь со мной танцевать? Может, еще себе найдешь 10 девушек? Ты же знаешь, кто мне нужен на самом деле! Так неожиданно, что мы начали танцевать вместе! Хочешь вернуть пару обратно? Нет, стой! Я хочу танцевать с тобой! А как же с Юзи? С Юзи мой тренер в отношениях! В смысле? Она сказала, если я заставлю ревновать тебя, то ты наконец-то обратишь на меня внимание! Глупая идея! Я знаю! Но это сработало! Какие же они все-таки смешные! Эмма, может, потанцуем? Доктор Оскар, с удовольствием! Своей дороги неудачьи сейчас! Привет, подружка! Ну все, мне это уже надоело! Лейла, лучше ли? Поздно! Ты что, совсем офигела? Упс! Промазала немного! Чего стоите за ней? Надо же было так влипнуть! Смотри, куда бежишь! Кажется, у кого-то проблема! Интересно! Ты думала, можешь спрятаться тут? Ну что, добегалась? Да я тут, ну... Поняла! Может, все обсудим с вами? А вам не кажется, что это как-то нечестно? Двое на одного! Ты еще кто такая? Свали отсюда! Или тебе нужны проблемы? Ой, сделай что-то с ней! Бритни, я сейчас разберусь! Эй, ты куда? Трус! Мы еще встретимся! Вау, как ты их круто! Вот это вообще! Не благодари! Ну ты меня выручила! Меня, кстати, Лайла зовут, а тебя как? Слушай, я тебе помогла! На этом наши пути расходятся! Так это... Подожди! Я тебя узнала! Ты часто на улице сидишь, попрошайничаешь! Ну, прости, если я тебя обидела! Так, ты, наверное, подумала, что мы с тобой теперь подружки! Нет, но можем стать! Не лучшая идея! Почему? А, или ты как мои одноклассники думаешь, что дружить со мной не круто, потому что я неудачница! Слушай, да мне вообще пофиг, кто ты там! Со мной дружить не круто! Это еще почему? Тебя ничего не смущает? Нет! А должно было! Как такая маленькая девочка, как я, могла справиться с этими двумя? Ну, может быть, ты качаешься? Как тебя там, Лейла? Я вампир! Можешь убегать и кричать! Да нет! Тебя что, совсем не пугает то, что я вампир? Выпью твою кровь! Это же всех пугает! Да если бы хотела, я думаю, ты бы это сделала! Ладно, странная ты! Слушай, а у меня есть идея! Даша, я не поняла! Чего вы прибежали? Где эта неудачница? А, да, мы ее почти поймали! Ага, но нам помешали! Кто вам помешал? А, так там одна была... Пять! Нет, десять! Сильных, здоровых боксеров! Но я почти с ними справился! Но... Да, но их было слишком много! Майк, ты такой крутой! Да, было бы поменьше, я бы... Да, да! Что еще за боксеры? Слушай, ты мне, конечно, с самого начала показалась странной, но это уже... А что тебе не нравится? У тебя нет семьи, нормального дома, а так будет! Станем с тобой сестрами! Ты вообще понимаешь, что ты предлагаешь? Да, мои родители удочеряют тебя! Будешь жить как в сказке! А ты взамен поможешь мне! То есть все, что мне нужно будет делать, это защищать в школе тебя от твоих одноклассников! Да, и поможешь мне стать такой же крутой! Взамен я буду жить в шикарном доме и ни в чем не нуждаться! Ты все правильно поняла! Идея, конечно, безумная, но попробовать можно! Отлично! Пошли расскажем родителям! Сэм, что вообще происходит? Я не поняла! Что такое, любимая? Ну я, как обычно, решила прогуляться по магазинам в пятницу! Нашла себе такое классное платье, а там еще такая скидка! Так, Аманда, ближе к проблеме! Почему на моей карточке недостаточно денег? Любимая, мне еще не пришла зарплата! А когда она будет, Сэм? Скоро! Я уже не могу столько ждать! Любимая, ну потерпи немного! Ладно, но это только потому, что я тебя люблю! И я тебя любимая! Доченька Лейла, что-то случилось? Пап, ты себе не представляешь! И ты тут! Я тоже рада тебя видеть, Лейла! Я шла домой и встретила девочку! У нее нет дома и семьи! Представляешь? Доченька, такое случается! Ты же не можешь переживать за всех! Она такая хорошенькая! Почему с ней так несправедливо поступили? По-моему, вообще пофиг на этих нищих! Ты вообще кого-нибудь любишь, кроме себя? Да, я очень люблю Сэма! Ага, и его деньги! Так вот, пап, ей совсем негде жить! Только на улице! Да, жалко девочку! Правда жалко? А ты же мог бы, например, взять ее жить к нам? Даже не знаю! Но если бы была такая девочка, думаю, да! Спасибо, пап! Эмма, заходи! Вот, знакомься! Это мой папа Сэм! И его жена Аманда! Лейла, это кто? Пап, я тебе только что о ней рассказывала! А зачем ты ее сюда привела? Ну, ты же сам сказал, что мы можем оставить ее жить с нами! Всегда мечтала о сестренке! Вот, мы уже подготовили документы на ее удочерение! Вот! Подпиши тут и тут! Все! Люблю тебя, пап! Сэм, ты что сделал? Да, я сам не понял! Зачем ты ее удочерил? Да я даже не успел подумать! Нам и так не хватает денег! Зачем нам еще один лишний рот? Если бы кто-то тратил меньше... Что ты сказал? Ничего! Чтобы я сегодня вечером тут не было! Ой, мне кажется, мне нужно быть актрисой! Ну ты, конечно, даешь, Лейла! Ага, я знаю! Это талант! Учись! Ты чего? Я же вампир! Солнце! А, так мы же это! Только что на улице были! Ну, крем от загара не вечно же действует! Короче, завтра мы с тобой идем в школу! И покажем этим выскочкам! В школу? Снова? В каком смысле снова? Лейла, я уже давно закончила школу! Да? А по тебе таки не скажешь, что ты такая взрослая! Привыкай! Ты еще много чего не знаешь о вампирах! Эх, моя приемная сестра вампир! Тайлер, ты чего тут? Лейла, все в порядке! Что за боксеры? Тайлер, ты о чем вообще? Ну, Бритни и Майк побежали за тобой и сказали, что какие-то боксеры помешали им! Ты слышала? С кем ты говоришь? Это что, один из них? Что он делает у тебя дома? Тайлер, успокойся! Это Эмма, моя сестра! У тебя что, есть сестра? Да, уже есть! Все, Тайлер, иди домой! Стой! А ты не хочешь встретиться вечером, прогуляться? Нет, Тайлер! У меня дела! Кто это такой? Да так, одноклассник! На свидание звал? Ага, это! Да уже не знаю, что бы мне такого сделать, чтобы он перестал бегать за мной! А в чем проблема? Не нравится? Нет, мне другой мальчик нравится! Как и всем девочкам в классе, и ему пофиг на меня! А это, случайно, не тот, который гнался за тобой? Да, Майк, правда красивый? Да, если честно, мне вообще все равно! Ах, как и ему на меня! Ладно, зачем тебе мои проблемы? Я спать, меня не трогать! Так рано? Я как бы ночью не сплю! Наконец-то первый день в школе, когда надо мной никто не будет издеваться! О, посмотрите, кто у нас пришел! Теперь тебе никто не поможет, неудачница! Что она тут делает? Бритни, кажется, нам пора! Какие-то проблемы с Юзи? Сейчас будут у тебя проблемы, малышка! Бритни, Майк, кажется, что-то пошло не так! Мы еще с тобой не закончили! Ты видела, как они испугались тебя? Я что, такая страшная? Да нет, ты... Да ладно, расслабься! Я привыкла, что меня все боятся! Привет, Лейла! Привет, Тайлер! Это твоя новая сестра? Я Тайлер! Эмма! Лейла, я взял нам билеты в кино! Может, сходим вечером? Тайлер, вечером совсем никак, прости! Пошли, Эмма! Зачем она ее сюда припела? Не знаю! И что нам теперь делать? Так, Майк, без паники! Мы сделаем вид, что ее не знаем! Ага, если она у нас еще раз! Ну, а мы нарываться не будем! Что ты делаешь? Я когда нервничаю, всегда ем! И как ты это Сьюзи скажешь? Ммм, что бы придумать? Что бы придумать? Вы оба все нормально вообще? Эмма! Да, Сьюзи, все хорошо! А что такое? Куда вы смотались? Я там как бы... А, прости! Мы просто подумали! Что вы подумали? Я должна сама все делать! Я вообще-то маленькая и хрупкая девочка! Ну, прости, Сьюзи! Давай мы лучше сами без тебя с ней разберемся! Ну уж нет, я хочу на это все посмотреть! Эмма, да что там смотреть? Ничего интересного! Мы сами с ней разберемся! Вот тут я учусь, Эмма! А ты можешь садиться тут! А ты не офигела? Это мое место! А теперь будет место моей сестры! Ясно? Мне это послышалось? Или на самом деле ты такая бесстрашная? Могу повторить, если ты не расслышала! Ну все, малявка, ты сама напросилась! Бритни, Майк! Мам, мы... Что-то хотите сказать? Я вас слушаю! Мам, мы просто хотим сказать, что здесь сидит Сьюзи! Мы можем найти тебе другое место! Вот, например, тут тебе будет сложно! А она хочет именно тут! Правда, Эмма? Да! Я что-то вообще ничего не понимаю! Да чего же ты опустилась, Эмма? Ладно, зато у тебя большой дом и новая семья! Что? Получается пирожное бумеранг! Сьюзи, все в порядке? Отвалите от меня! Так-то вам будете знать, как ко мне лезть! Эмма, это было просто супер! Как ты это сделала? Я же видела, как пирожное летело прямо мне в лицо! У меня еще много секретиков есть, Слайла! Сэм, любимый, ты уже решил эту проблему? Какую проблему, зайчик? С этой твоей новой дочкой, Сэм! А, нет! Они еще не пришли со школы! Сэм, решай эту проблему быстрее, ясно? Ну, как я это скажу, Лейли? Ты же знаешь, как я ее люблю! А значит, меня ты не любишь, Сэм? И тебя люблю! Просто это все давит на меня! Либо ты избавляешься от нее, либо... Я придумаю, что Сэм! Хорошо, любимая! Как думаешь, она сильно на нас обижается? Думаю, да! И что делать? Я не знаю! Ну, ладно, пошли к ней! Свалите отсюда оба! Сьюзи, а хочешь, мы тебя угостим чем-то сладеньким? Спасибо! Как-то уже не очень хочется сладкого! Почему вы стояли и ничего не делали? А что бы мы сделали? Ты бросала это пирожное в неудачницу, а оно прилетело тебе в лицо! Могли бы с ней разобраться, а не стоять и смотреть, как они смеются надо мной! А, так мы что-то просто не поняли сначала! Да, она же вроде бы ничего такого и не сделала! Ты сама его в себя кинула? Ничего я в себя не кидала! Вы что, совсем уже? Ну, мы просто видели, как ты... Мне просто кажется, что вы струсили! Мы кого? Её? Сьюзи, может, хватит? Зачем тебе это неудачница? Только время на неё тратим! Майк, ты ведь такой сильный! Да! Такой красивый! Да! Сделай это ради меня! Ладно, Сьюзи, только ради тебя! Пошли, Брики! Это был лучший день в моей жизни, Эмма! Девочки! Я ещё никогда не была так рада! Доченька, мы можем поговорить? Конечно, пап! Я тебе должна такое рассказать! Может, давай сначала я... Помнишь, я тебе рассказывала про ребят, которые меня в школе обижают? Короче, сегодня Эмма... Дочь, постой! Мы с Амандой подумали и решили, что Эмма больше не может оставаться тут жить! Это ещё почему? Да, почему? Ну, просто так получается, простите! Это ты сам решил? Или тебя это надоумило? Не это, а Аманда! И мы оба так решили! Что-то мне подсказывает, что это была только её идея! Прости, доченька, я ничего не могу поделать! Она на меня давит! Так брось её! Сколько раз тебе повторять, что ей нужны только твои деньги? Лейла, перестань! Мы любим друг друга! Да она любит только твои деньги! Я, конечно, не очень хорошо знаю вашу семью, но в людях я разбираюсь! И она мне тоже не очень нравится! Ну, ладно, Эмма, похоже, тебе придётся уйти! Я так хотела себе сестрёнку! Как же мне теперь жить? Ну, ладно, ладно, пускай остаётся! Вот это ты, конечно! Да, я же говорю! Актриса! Ну, стой! Ты вообще думаешь, о чём ты говоришь? Ты о чём, Бритни? Ну, что ты собираешься делать? Сейчас собираюсь купить себе хот-дог! Майк, зачем ты пообещал Сьюзи, что ты с ней разберёшься? А что я мог сказать Бритни? Сьюзи думает, что я сильный, крутой! А теперь нам нужно думать, в какую больницу звонить! Да успокойся ты! И вправду, чего мы её боимся? Да потому что её подружка нас одной левой уделала! Я просто был не готов! Всё произошло внезапно! Ага! Тогда почему ты сразу убежал? Так, я с ней разберусь! Увидишь! Ну-ну, вперёд! Я тебе помогать не буду! Нет, Майк! Майк, нет! Ладно! Спасибо! Я всегда знал, что ты хороший друг Бритни! Ага, такой хороший, что вместе в больничку и поедем! Не переживай, Бритни, я всё решу! И Сьюзи не будет думать, что я трус и не могу справиться с какой-то малявкой! Сэм! Ну что, ты уже выгнал её? Понимаешь, тут такое дело! Что не так, Сэм? Прости, но я не смог! Как это не смог? Что в этом тяжёлого, Сэм? Просто, Лейла, она... Я не могу! Она очень сильно расстроилась! А я не расстроилась, Сэм? Но она ведь моя дочка! А я твоя жена! Либо ты сделаешь так, как я хочу, либо... Хорошо, любимая, я что-то придумаю! Так, Лейла, ты мне нравишься! Я так давно хотел тебе об этом сказать! Ай, нет, всё не так! Лейла! Смотри, твой поклонник! Ладно! Сэм сказал разбудить вас! Лейла! А где эта вторая? А это что такое? Кто это кричит? Какая-то ненормальная она! Эх, новый крутой день в школе! Быстрее, Эмма! Как мне уже надоела эта школа! Ну и что ты собираешься делать? Придумал? Смотря о чём ты говоришь, Бритни! Ну с этой подружкой, Лейлы! Да, всё как обычно, разберусь с ней! А если не получится? Ещё как получится! Ну-ну, давай! Как же я круто придумала, согласись! Теперь меня никто не будет обижать! Да, Лейла, очень круто! Мне же нечего больше делать, как ходить с тобой в школу и следить, чтобы тебя никто не обижал! Доброе утро, Лейла! Я твою домашку сделал! Спасибо, Тейлер! И я хотел тебе сказать... Вау, Лейла, отлично выглядишь сегодня! Да, а ты вроде как и обычная... Алло! Никогда не замечал, какая ты красивая! Ну спасибо, Майк! Так это, может, сегодня вечером встретимся? Типа на свидание? Ну, можно и так сказать! Я не против, Майк? Отлично, я тогда напишу! Лейла, ты что, пойдёшь с ним на свидание? А почему бы и нет? Ты сейчас серьёзно? Но ведь он вечно издевался над тобой! Это раньше было, Тейлер! Так а что изменилось? Чего пристал? Какая тебе разница? И что это было, Майк? А что, пригласил Лейлу на свидание? И это был твой план? Тупой план! Если Сьюзи узнает... Бритни, ну ты подумай! Я буду действительно приглашать эту неудачницу на свидание? А-а-а! То есть ты... Да, всё это специально! Не придёт же она на свидание со своей подругой! Ага, и то есть, если она там будет одна, то мы... Красавчик, Майк! Я даже не думала, что твои мозги на такую способность! Ну что, есть хорошие новости для меня? Да, Сьюзи, мы почти всё сделали, как ты сказала! Что значит почти? Ну, просто... Я придумал крутой план, я сам! Так что не переживай, Сьюзи! Такой умный Майк! Эмма, что мне делать? Лейла, что случилось? Меня Майк пригласил на свидание! А я никогда не ходила с мальчиком на свидание! Да ещё с таким, как Майк! Так а от меня ты что хочешь? Ну ты ведь точно должна знать, как всё правильно сделать! Лейла, ну мы же с тобой договаривались, что я только помогаю тебе в школе! Ну пожалуйста, Эмма, я очень не хочу облажаться! Ладно, пошли посмотрим, что можно сделать! Пап, 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 тут такое дело! Меня Майк пригласил на свидание! Что? Какой ещё Майк? Ну пап, а у меня нет ничего подходящего, что можно было бы надеть! Так а я что сделаю? Я свои вещи не дам, можешь даже не просить! Я хочу ему понравиться, а не наоборот! Пап, дай денег, я хочу себе новых шмоток купить! Да, конечно, доченька, держи! Спасибо, пап! Денег у тебя, значит, нет! Ой, успокойся!